Ну, прежде всего, какие, наверное, ощущения, эмоции перед отправлением на чемпионат в прошлом? Ну, честно говоря, какое-то спокойствие. Ты играешь там? Все? Мы снимали? Да. Ну, честно говоря, какое-то спокойствие внутри, уверенность в наших силах. Мне понравился наш последний матч с Чехией на товарищеском турнире. И мне показалось, что мы очень слаженно сыграли. И такая какая-то уверенность в команде, в принципе, стоит сейчас. Веренность в том, что потенциал у нас большой, силы есть. Найдем эмоции, найдем тут командную игру. В принципе, конечно, хочется выиграть, хочется доказать. У нас команда очень обновилась, много молодых игроков, но я считаю, что все достойные. Честно говоря, я рада, узнала только что, что Эпифания будет к нам все-таки присоединиться. Потому что, конечно, ее опыт очень неосынимый. Она такая, она очень скилл, как по-русски сказать. Даже не то, что опытная, а у нее навыков в баскетболе очень много. Все-таки такая американская школа очень резкая, очень быстрая, очень хорошо видит площадку. И умеет добить из любой позиции. Поэтому на нее всегда можно рассчитывать. Конечно, мы могли бы, я думаю, справиться без нее. И только русскими игроками. Но то, что она приедет, придает мне еще большую уверенность в том, что медаль возможна. Медаль какого? Вы сказали, что едете все-таки с мыслями о победе, правильно? Конечно. У меня мысль только о победе. Не знаю, как у других. Конечно, нет. Я могу ответить за команду, что едем за золотом. А там как служится. Но задача максимума. У нас новая команда, вы же сказали, молодая. Какие у этой команды отличительные черты? Отличительные черты? То, что выстрелить может любой. Нету каких-то таких вот явных лидеров. То есть все по-своему сильны. И каждый может выйти на площадку и чувствовать себя уверенно. В принципе, мне очень нравится на данный момент позиция тренера. Он как-то очень себя ведет уважительно по отношению к игрокам. И придает нам уверенность. И даже когда мы, например, в каких-то ситуациях сомневаемся и не бросаем, он нам говорит, бросает, почему ты думаешь? То есть если с прошлым тренем немножко было по-другому, наоборот. Почему ты бросил? То есть тут как-то он больше против дает уверенности себе, больше заставляет быть решительней, брать больше на себя. Поэтому в целом, я думаю, ситуация благоприятная. Творческая. Более творческая, да. Но в то же время как-то никто не тянет одеяло на себя, а именно друг друга поддерживает. И что показала последняя игра в Чехии, что мы действительно были одна команда поддерживая. Если тебе снова учатся, то удачи. Как мы поняли о том, что «Принц» будет, вот прям только что узнали, да? Вообще только что. Так, девчонки переблядывались, я хотела узнать, как к ней вообще команда относится? Ну, конечно, отношения неоднозначные. Никуда лукавить, конечно, тяжелая ситуация. Все-таки иностранный игрок, мы тут все пашем, так сказать, работаем, тренируемся, а она приезжает. Но при этом ей, безусловно, уважение перед ее талантом, перед ее игрой. Все знают, что человек даже в WNBA забивает по 26 очков. Сейчас у нас всегда новые матчи. То есть, безусловно, человек талантливый. И, безусловно, нам нужен разыгрыш. У нас нет ни одного человека в команде, который истинный первый номер. И даже та же Валерия Мусина, которая сейчас выступает в роли основного первого номера, она на самом деле больше второй номер. В клубе выступала она больше второй номер в форуме. Поэтому, конечно, ее просто талант как разыгрыш нам необходим. Ну и вопрос сегодня про форму. Сегодня новую форму представлены. Как вам нравится? Нету вишенок привычных? Честно говоря, для меня это было неожиданно. Но, в принципе, приятная перемена. Такая какая-то удобная форма, комфортная. Шорты такие свободные, комфортные. Как-то воска все потуже было, поближе к телу. Тут как-то свободно себя чувствуешь. Ну, честно говоря, мне понравилось. Спасибо большое. Спасибо.